Грипп входит в группу острых респираторных вирусных заболеваний ОРВИ. Наиболее инфекционную опасность больной гриппом человек представляет в первые 5-6 суток от начала заболевания. Как отмечают врачи Центральной городской больницы Хасавюрта, при гриппе могут наблюдаться такие осложнения, как отит, пневмония, цистит, геморрагический синдром. Стоит отметить важность того, что грипп особо опасен для беременных женщин, поскольку может привести к угрозе прерывания беременности, делится заведующая Наида Ахмедова. В первую очередь, я всегда говорю, если кто-то заболел в семье, необходимо оградить этого больного от общения с домашними. Для этого необходимо одевать маску больному обязательно, маску менять каждые 2 часа, принимать противовирусные препараты, а не антибиотики, как делают наше население. Это вирусные заболевания, на это заболевание действуют только вирусные препараты. И взрослые, и дети. Есть специальные прививки для беременных, которые делают жесткая консультация, которые безвредны. С каждым годом в преддверии осенне-зимнего периода все больше детей и взрослых прививаются от гриппа. Но и противников этой процедуры немало. Вакцинация для профилактики гриппа – это лекарственный препарат из группы биологических препаратов, обеспечивающий формирование краткосрочного иммунитета к вирусу гриппа. Считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа. Детский участковый педиатр Сулепат Исаева рассказала о вирусе гриппа среди детей и как их организм влияет на вирусное заболевание. Сейчас мы по сезону каждый год прерываем. Когда детей прерывают, конечно, это дети, это семьи болеют очень редко. У нас сейчас подборные обходы. Каждый день мы по вызовам, по все заполняем, идем по домам, медсестры обходят, передают этих детей нам, а мы идем и делаем всем детям назначение и контролируем в течение недели. У кого есть наша температура, не спадает, подозреваем, как доктора, обсложнение, осложнение мы их отправляем на стаслечение. Делать вакцинацию необходимо, отмечают врачи Хазертовской больницы, так как прививка не несет за собой последствий, вредящих здоровью. Вакцинация необходима как для взрослого населения, так и для детей. В продолжении беседы заведующая поликлиникой Наида Ахмедова обратилась к населению с просьбой при заболевании вирусом гриппа обратиться к участковому врачу для оказания необходимой помощи, заверив, что заниматься самолечением категорически нежелательно.